здравствуйте дорогие друзья мы сегодня в гостях у любови куричевой и вы ее уже видели добрый день всем а мы в этой же вот кухонке сели томаты на рассаду и мы сегодня вам покажем результат и даже уже кое-какие заготовочки из тех помидорок которые выросли вообще говоря мы показывали не только сам посев но и как растут эти помидорки в теплице и я напомню какие мы сорта сели именно в кадре да это леденец красный леденец коричневый и леденец розовый любовь скажите пожалуйста как они вам вот показались да очень хорошие я посадила в отапливаемую теплицу и они очень рано у меня были я посадила коричневый леденец вот когда они созрели кстати да вот коричневый и красный очень вкусные сладкие их прям можно называть шоколад шоколадный леденец очень сладкий дорогие друзья почему мы именно к любови обратились вот во первых потому что у нее есть отапливаемый теплица и мы показывали и рассаду в этой теплице что действительно она пораньше вся вот такая была но я еще ко второму эксперту обращалась тоже который сажала в своей теплице уже эти же сорта и вот совершенно в разных районах нашей нижгородской области эти сады вот второй сад это вообще север нижгородской области там вообще очень поздно заморозки заканчиваются чем я хочу сказать даже там все успело все созрело и вот это как раз урожай именно из той теплицы понятное дело что сейчас уже все съели да и все в баночках заготовили но вот это то что осталось вкусные очень давно честно и в первую очередь мы съели вот именно вот эти вот леденцы да очень потому что леденцы именно от от сладости да как конфетки леденцы говорят что блогеры все будут хвалить какие бы семена они не показывали но вот независимые эксперты перед вами они тоже очень-очень оценили эти именно сорта смотрите дорогие друзья вот даже на упаковочке здесь видно что это кистевой такой сорт и это коктейльные можно назвать томатики да они в теплице будут конечно покрупнее эти вот может быть в открытом грунте росли нет это тоже теплица но это самый уже последний ярус и до который под потолком уже созрел но эти вот такие вот крупненькие ну как коктейльные карманы да я хочу показать вот смотрите дорогие друзья как соответствует вот видите розовые вот они на розовенькие похожи да вот смотрите вот коричневые вот такие но а красные вот они тоже красные и при полной то спелости в них даже уже полоски исчезают вот насколько они уже поспели да это томаты получается у нас универсально вот такого назначения да все из них можно делать томаты можно во-первых салат очень вкусный мы его сейчас сделаем потом мы их можно сделать в банке можно завялить очень вкусные а уж завяленные получается вообще как карамель дорогие друзья вот той же фирмы гавриш вот такие помидорки которые называются перцевидной полосатой мы сейчас вам покажем как завяливать но вот эти помидорки точно также можно делать просто их так мало осталось что мы это конечно в салат свеженькими и употребим а вот эти помидорки особым способом посоленные да это газированный помидор да здесь конечно вот в основном мы их съели в таком свежем виде салаты делали и осталось вот ну вот чуть-чуть осталось сделали здесь в данном случае леденец розовый и леденец красный и вот они такие и способ то газированных помидоров то есть дорогие друзья посмотрите они не лопнули да да вот целенькие такие остались а уж вкусные какие я уже попробовала не мы этот рецепт газированных помидоров вам на экранчик выведем вы его посмотрите и можете у себя повторить так еще я хочу спросить вот завязываемость как в этом году было очень хорошие у них мне понравилось кисточки полные были да и висят прямо вот сверху и донизу ну вот смотрите дорогие друзья это у нас свежие это у нас вот такие соленые практически не отличаются то есть они полностью сохранили свою форму и сейчас мы из этих вот разных томатиков сделаем вот такой салат смотрите здесь вот еще не полная такая окрасочка набралась но я вас уверяю даже в такой спелости они очень-очень вкусные то есть рано они набирают вот таких вот сахаров и отвечает своему названию леденец сейчас их порежем и вот благодаря тому что это коктейльные такие помидорки резать можно прям пополам всего да вот и вообще уже хорошо будет они на вилочку там как-то в салатик замечательно я бы вообще сравнила еще с фруктами наверное да вот по ощущениям очень вкусный рекомендую всем вкусный теперь он будет один из моих любимых да вот смотрите какая мякоть да то есть несмотря на размер это плотненькие такие мясистые томаты но еще вот таких вот зелененьких я прям хочу положить они в такой вот бланжевой спелости но они уже мягкие они уже хорошие они уже вкусные так еще вот вы скажите вы в какое время в свою отапливаемую теплицу высаживали уже вот эти помидорки это апрель месяц наверное был какой-то да так в этом году да я даже раньше месяца 29 марта я высаживаю ну потому что там у нас печка стояла печка они же высокие угрывать них пришлось но потом они у них заболеваемости нет может быть там вот написано наташ я даже не знаю заболеваемости устойчивые вот не болеют вот как здорово коктейльные томаты черри они устойчивы к заболеваниям и это также то есть это индоторминантные сорта высокорослые вы их как формировали в один в два ствола в два ствола понятненько так ну вот смотрите здесь у нас уже укропчик вот эти помидорки и сейчас положим чесночок вот так вот немножечко посолим и растительным маслом душистым смотрите какая получается красота и уже можно подать на стол все оценят потому что действительно очень сладкие помидорки дорогие друзья вот любовь закончила на том что это достаточно устойчивые томаты у нас средней полосе а вообще здесь вот на пакетиках написано что это семена от автора и эта селекция именно для наших условий для нашей средней полосы то есть вот такие томаты высокорослые индоторминантные они прекрасно подходят для вот такого выращивания у вас поликарбонат но я знаю что в пленочных теплицах выращивают и все прекрасно созревает вы посмотрите какой чудесный получился салатик вот разноцветные эти помидорки они чудо какие вкусные еще я скажу что достаточно неплохо они лежат и последние вот эти зеленые помидорки сейчас уже вот в северном районе там люди заморозка боятся они прям целыми кисточками вот этими зелеными сорвали и они у них прекрасно дозариваются то есть ходят они вот до такой своей спелости когда проявляется именно характерная окраска сорту так любовь давайте вот еще расскажем как вы вялить томатики вот эти да 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 весь процесс он показывать вяли не конечно не будем просто вот сам факт что то есть разрезаем их напополам вдоль вот это плотная такая мякоть а как раз не растекаются они там желирующего вещества нет вот они такие сухие сухие да и вот мы сейчас вот надрезали раскладываем подончик и в дегидрататор да да ведь но обязательно надо посолить и вот эти вот да даже вот эти вот маленькие они плотненькие то же и за счет того что они такие небольшие там процессы этот вяленье вообще происходит очень быстро так так ну давайте весьма дом не будем накладывать дальше покажем солим чуть-чуть так немножечко прям прям до можно поперчить а специи вот я пробовала у любой уже эти вяленые томаты вкусные необыкновенные но специи она говорит что надо потом добавлять и потом добавляем ну чтобы здесь запах ведь весь будет выветриваться и будут они но сухие но могут даже сгореть сгореть вот эти специи именно трахи сгореть на сколько вы ставите вот я ставлю на 70 градусов на 18 часов но там посмотри какая помидора если крупную даже крупную помидоры томаты мясистые бывают их можно на четыре части разрезать они мясистые они тоже а вот эти вот идеально маленькие подходят они вялиться вообще очень быстренько надо сушить не до такого состояния что они будут сухие ломаться да они подвялются вот эти томатики вот эти мелкие они подвялются быстрее надо будет просто посмотреть и вынуть посмотреть и сделать там наташа чем мы не сказали когда завялются томаты готовы будут мы их складываем в чистые баночки слоями перекладываем значит чеснок режем его слайсами чеснок дальше томаты дальше специи ну например я кладу хмель сунели я люблю вот я их сыплю туда потом опять чеснок потом опять томаты опять и заливаем растительным маслом если оливковым маслом не кипячу я никогда его ну не горячим я заливаю то что у меня хранится в холодильнике это же деликатас его много так не сделаешь что там в погреб например убирать надо и это если оливковое масло не кипяченые оно там крест кристаллизуется в холодильнике вот я вам показывал да 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 но это ничего страшного да постоянно теплее кристаллики кристаллики расходятся да или можно обыкновенным растительным маслом ну и вот еще такой рецепт вот этих вот газированных томатиков а все вы увидите на экране как их делать и вот смотрите такие томаты леденец розовый совершенно не потерял форму чудесно все подходит и для такого рецепта тоже пробуйте выращивать вот такие томаты леденцы потому что во-первых они сладкие во вторых потому что они такие небольшие плотненькие подходят для вяления но и не теряют свою форму даже вот таком соленом виде спасибо большое запахи здесь у нас запахи и вот от этой баночки вкусно пахнет и уже тут специи всякие и вот этот салат мы немедленно конечно его уничтожим уже тут сок такой вкусный пошел и вот красота необыкновенно еще от этих разноцветных оттенков всем хороших урожаев когда мы сажаем семена от проверенных производителей фирмы гавриш как раз одна из таких то все получается и урожай хороший и радует нас да да и настроение другое когда томатики не болеют всем хорошего настроения и прекрасных вот таких вкусных заготовок